Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ну, подводный флот, я понимаю, давно сломано? В 17 лет. В 17 лет? Угу. Нихера себе. А тебе что сейчас, сколько? Мне 47. 47? Да. В 30 лет уже ты, да, друг, братан? Я в 30 лет сломал шею. Че ты в 30 лет? Сломал. Сломал? 30 лет шею сломал. А, да. Блин, ну ты держись, мужик. Че вообще, как дела-то? Ну, конкретно о каких делах рассказываешь? Ну, че интересного расскажешь? Я не знаю, у меня дел много вообще, занимаюсь много чем. Тебе что интересует? Ну, че-нибудь интересное расскажи, я просто даже не знаю, с чего спросить, с чего начать-то. Я не знаю. Блин, если есть возможность, чуть-чуть погромче говорит, просто плохо слышно. Я не знаю, готов говорить на любую тему. Блин, молодец, мужик, молодец, что не теряешься. Это надо быть очень сильным, чтобы... Не опустить руки. Ну, а смысл какой? Живешь, а нужен смысл какой-то. Я два года лежал бревном, потом думаю, что я лежу-то, надо чем-то заниматься. В жизни надо обязательно чем-то заниматься. Нас Бог создал творцами. Если человек не творит, он тогда... Ну, тогда он не человек просто. Мы должны что-то созидать, что-то создавать должны. Ну, да. Смотри, мы тут втроем сидим, если можешь разглянуть. А вы где, в каком училище? Да мы вообще в разных. Вот он, например, в танковом учится, в Казани. Он на переводчика в Москве, я тоже военную. Я в ВИТУ в Питере учусь. Молодцы. Молодцы, ребята. Главное, держитесь правильно в образе жизни. Видите, сейчас вот сюда заходишь, в эту рулетку, это же помойка. Где-то матершина одна. В первую очередь держитесь вот этого чистоты духовной. Понимаешь? Потому что если не будет чистоты духовной, то тогда ничего не будет. Человек разлагается изнутри. Она как ржавчина проникает в человека и разъедает его. То есть начинается вот со слова все. Блин, это верно. Кстати, с праздником тебя. Сегодня же Рождество. Да, Рождество Христов. Да, с праздничком. С минувшим тоже Новым годом. Вот я мог бы поговорить на эту тему о Рождестве, допустим. Вот все его празднуют. Вы знаете, для чего Христос родился? Ну, наверное, догадок много, но точно не знаю. Интересно послушать. Ну, если интересно, я готов рассказать. Но вкратце тоже затягиваться не будем. Наверное, вам просто самим неинтересно будет слушать. Понимаешь, вот от рождения мы все грешные, да? Видел детей, вот человек рождается, и он, казалось бы, ну, чистый такой младенец, да? С такими ясными глазами. Все. И смотришь через год, через два, он уже начинает обманывать. То есть начинается солживься. Он начинает прибегать к различным уловкам, чтобы добиться свое. Вот так рождается в человеке грех. То есть человек рождается именно с расположенностью по греху, да? А потом уже дальше человек, если он ограничений не имеет. Ну, у каждого свои ограничения. У кого-то родственники более нравственные, да? У кого-то, ну, по плоти ограничения бывают. То есть невозможно грешить. Вот. И человек развивается во грехе. Ну, кто на сколько? Кто вообще становится тираном каким-нибудь убийцам? У кого-то такие грехи скрытые. В людях он один, там где-то в других местах он совершенно другой. Бог людям предлагает уже пять тысяч лет. Он призывает их измениться. Стать не просто нравственными, а принять в душу свой Дух Божий. Но люди этого не понимали вот три тысячи лет. И Бог решается на такое, чтобы сам воплотиться в человеческую плоть и прийти и показать, как людям надо исправиться. Потому что цель любого человека – это вечная жизнь. Ну, вот вы еще молодые, просто я прожил уже почти полвека. Понимаю, что рано или поздно она же придет, вот смерть плоти. Но я понимаю и то, что за смертью плоти есть вечная жизнь. Вы верите в вечную жизнь вообще? Ну, конечно. Куда-то же энергия-то девается. Это даже не энергия. Это, понимаешь, вот если энергией называть вот это состояние, то что ж Бог – это просто энергия. Бог находится именно в этом состоянии, в состоянии вот этой энергии, как ты ее называешь. Бог выбирает самое лучшее для себя, правильно? Да. Получается то, что это состояние лучшее. А вот это состояние наше дебилое по плоти, оно, ну, можно сказать, плоти, вот это тело наше, это тюремная клеть такая. А дух, который внутри нас, душа, вот это, это, именно ей хочется вырваться. Иногда человек просто впадает в состояние такого отчаяния, бывает, знаешь. Из плоти душа хочет вырваться. Ну, конечно. И надоело вот это, как люди кричат, мне надоело все, я не могу больше, да, что мне делать. Кто-то вешается в надежде найти избавление вот от этого состояния плотского, да. Вот Господь пришел на землю, Иисус Христос, для того, чтобы показать путь спасения в своем Евангелии. Евангелие называется, книга. Он читаешь и исполняешь. Он говорит, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Так, что нам нужно сделать для того, чтобы спасти душу? Оказывается, просто надо соблюсти заповеди. Стать человеком чистым, очистить душу свою и принять Господу в сердце свое. А же, что, ну, вот посмотри сегодня. Статистика, мужики вообще до 60-ти едва кто-то доживает. Ну, потому что говорят, что поднялся там, показатель роста человеческого. Ну, я не знаю, насколько он поднялся. Хоть в Европе 70-80, в Японии вообще 90 лет, но она по-любому уже кончается. Ну, как ты ее не крути, она же кончится. Вот я прожил, я ж тебе, полвека, да, и они пролетают вообще незаметно, совершенно. Поэтому все стремление туда только направлено. И то, что там будет происходить в этой жизни, любые неурядицы, там, шею сломал, ногу, я вот с одним сейчас парнем разговаривал. Без ноги сидит пиво пьет пьяный, понимаешь. А что я ему докажу, если он не верит в жизнь вечную? Чего я ему докажу? Он вот находит вот счастье вот в этой кружке пива и все. У меня цели другие достигнут в жизни. У вас вот цель сейчас закончить училище, да, и найти по призванию работу, профессию обрести. Ну, и в том, мы должны глобально еще смотреть на жизнь, правильно? Ну, беретем профессию, там, мы начнем расти в своей профессии. Вот, станем там, до генерала доберемся. Ну, в конце концов, будет и пенсия, да, за пенсией внуки и все прочее. Ну, и к чему в стену упираем, что все кончается, а дальше? Понимаешь, когда человек живет в вере и вечную жизнь, ему вообще эти преграды, он не смотрит на них, на возрастные свои. Там идет он на пенсию, для него не останавливается рост, прогресс, потому что прогресс он духовный, в духе развивается, то есть человек духовно растет. То есть как плоти нашему телу, нашему желудку пища нужна, так и душе нашей нужна пища. А духовная пища, это именно в делах она выражается, в отношении друг с другом. То есть если мы неуважительно друг к другу относимся, не уважаем друг друга, там, не любим друг друга как братьев, то мы, значит, и не любим Бога. Потому что заповедь, он говорит, вы любите ближнего, как самого себя. Видишь, тут все взаимосвязано. Все начинается в этой жизни только с исправления себя. Нас сейчас по-другому мучат телевизор, из нас все вычищают. Поэтому я призываю, ребят, вас, наверное, это мучит. Именно вот в жизни такой благочестивый, да? Ну, мы стараемся придерживаться, так сказать. Но разное бывает. Ну, как бы я и просто рекомендую приоритетом сделать вот это. Во-первых, офицер он должен, как офицер, быть лицом, можно сказать. Лицом своего народа, лицом армии. Ну, да, стараемся. Кто, если не мы, как говорится? А надо каждый для себя это понять, что, а если не я, а кто тогда? Понимаешь? Вот сегодня ждут там, допустим, вот ждем там кого-то, кто-то придет, что-то исправит. А никто не придет, никто ничего не исправит, если я это не делаю. Каждый должен на себя ответить, я, если не я, то никто, все. Если так хотя бы начнет один из сотни думать и поступать, понимаешь, что в жизни все изменится. Хотя бы один из ста начнет так думать и поступать. Ну, да. Ладно. Спасибо большое за разговор. Интересный довольно-таки. Наверное, первый в этой рулетке, что что-то информативное и действительно интересное и жизненное. Чего я от вас услышал. Ищите Бога, ребят, чистоты божественной. И всегда будете счастливы и радостны и успешны в делах своих. Потому что Бог, кого Он любит, кому Он сопутствует, Он тут не приткнется, а камень, у того будут одни удачи в жизни, понимаешь? Давайте с Богом, ребят. Ну, здоровьется вам побольше. До свидания. До свидания. в конченый блядь пидорас нет дальше переключать в рамке в рамках в рамках в рамках в рамках в рамках на рамках дошли и в рамках в авто на в в в в в в на в в чему-то по-броду ты ленин, блядь скажи, блядь, я знал я знал, что сука, лень жив это, блядь, футбольсификация да я их сейчас, блядь, на броненосе с Петёмкин съесть забоёвывай смех ха-ха-ха-ха Вчера, мистер Бингэй у-у-у Куратина Как ты? чё думаешь ты не умираешь? Такоживо ха-ха-ха Кто говорит? Открой Кто говорит? Чё-то,а-а-а-а Чё-то,а-а-а-а, ты чё думаешь чё, чё,нармал тебе? а куда спрятался покажись ну чё думаешь о чем ты переживаешь все нормально я не думаю я тебя спрашиваю где ты есть покажись не понимаешь по-русски по-русски понимаешь да конечно ну покажись тогда вот он покажу где вот он вот и посмотри куда посмотреть вот сюда добрый вечер может я что это значит да я слышу неплохо нет не хорошо хорошо ты рождество отмечаешь уже да а тебе как ты мне что это значит а это что значит я просто 17 лет на улице не был он слова эти не понимает нифига ты перец а перец что значит перец ну типа крутой чел убегать обрываться правильно говорить неправду фуфу толкать хорошо пьета пивная тошниловка тошниловка ограбление гоп стоп нехороший человек вы сидит почему плохо почему плохо если шею поломал ну с какой стороны посмотреть и с твоей стороны плохо с моей стороны точно хорошо ты полностью параллельно ты полностью параллельно не работают ни руки ни ноги да а почему левая рука шевелится это не рука а плечо 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 нет там полностью рука шевелилась да может от спастики спастика непроизвольное движение такое бывает такое даже бывает нифига себе ну мышцы спиной мозг порван и они сами по себе срабатывают мышцы да нифига себе такого я не знал но теперь знаю буду еще почему ты вот так все время говоришь что ты нормально умеешь говорить человеческими словами да я вроде нормально говорю о чем ну через слово вот всякие такие непонятные слова да ну извини братан давай срождеством тебя ты ты мне в сыновья годишься какой же я тебе братан ну извини дядя давай сынок давай давай ну все все попало все все попало все по порталу в этом на фоне вас слышно очень плохо микрофон плохой я знаю почему так слышно вы с фото сбежали не слышно ничего а что надо слышать Добрый вечер. Алло. Ленин? Ленин? Супер. Ты, блядь, не в мавзолее, е... Что ты сказал такое? Я ничего не понял. Ты, блядь, хуй не в мавзолее лежишь. Как ты знаешь, где я лежу? Блядь, натуре. Там же простынки меняются, я и забыл. А что тебя в тельняшку одели, не могли что-нибудь поприличней дать тебе? А поприличней ты как? Ну, блин, пиджачок-рубашечка. Пиджачок-рубашечка. Язык бы твой с мылом помыл бы от Матюкова. Ты неприлично видишь себя. Я старше тебя раза в три, а ты вот так со мной разговариваешь. Мы живем в России. Какая разница, где ты живешь? Без мата никак. Слабоумие и дебильность – это последствия развратной жизни русского народа. По статистике, около 40% детей отстают в психическом развитии. Большая часть детей зачинаются в состоянии алкогольного опьянения. Дальнейшая развращенная жизнь без Бога помогает уже умственно отсталым чувствовать свою нормальность. И они возвышаются над людьми с нормальной психикой. У народов Кавказа умственно отсталые дети встречаются очень редко. Девчонки, вы живы еще, да? Вы еще живы? Да, вы тоже. У вас похороны смех вызывают, да? Вы на похоронах смеетесь всегда, да? Ну почему так жестоко? Тоже жестоко. Вы умираете? Я не умираю, я жив. Умирать? Живы, слава богу, господи. Сохраня вас господь. Ты что, просто ***? Да? Ты что, откинуться решил? Здорово. Привет. Чего-то не видно никого. Как не видно-то? Может, у тебя глаза ***? Ты так не кажется? Я что-то не понял, что ты такое сказал. Что я не понял-то? Мне кажется, ты ***? А тебе лет сколько? С какой целью интересуешься? Я интересуюсь для того, чтобы узнать, ты со старшими, со всеми, так ли, говоришь? Которые старши у тебя раза в три. А ты представился для начала? Нет, ты меня ответил на вопрос. Тебе кто-то учил общаться со старшими, сыном? Мне вопросы задают, но меня интересует это, во-первых. Во-вторых, ты представился для начала, чтобы с тобой разговаривать, диалог вести? Куда он? Привет. Добрый вечер. Вы инвалид? Да. Меньше я сломаю. А где у вас воротник шанса? Еще раз не понял. Ну, где у вас воротник шанса? Ну, это такой воротник, типа, кибернетический. Он, короче, голову от шеи соединяет, и получается так, что он подключается к позвоночнику. И получается, что вы как арабокоп, то есть, понимаете, вот соединяетесь с... Зачем? Ну, чтобы жить полноценно и жизненно, а не как лох какой-то лежать. Че ты как чмо? Че ты как... Добрый вечер. Добрый. Чего вы улыбаетесь? Я смешно выгляжу, да? Да. Или кого-то напоминаю? Не можете вспомнить кого, да? Ну, там, есть еще, да. Есть немного? Да. Не вспомнил? Ленин, что ли? Да. Ленин, Мавзолей. Нет вопросов к Ленину? Да нет. Нет. У меня вчера ребята молодые спрашивали. А что, Ленин? Зачем я это все затеял? Знания есть в истории какие-нибудь? Историю любите? Ну, поверхностные. Ленин, что сделал в стране, не знаешь? Поверхностные. А есть какие-то знания такие неповерхностные, которым интерес есть? Ну, именно прям углубление, ну, малости. Там, чуть-чуть, короче. Интересы в жизни нужны какие-то, надо чем-то интересоваться в этой жизни. Ну, сейчас армия пройдет и потом... Ты в армии, в армии, да? Да. В угоду сейчас. А где служишь? В Калининграде. Балтийский фонд. Да ничего, вы сейчас служите понемногу. Сейчас не успеваешь глянуть, уже вот это пролетает. У меня племянник вот летом пришел. Мгновенно. Ну, в принципе, да, вот полгода прилетели. Как бы быстро. За год человек только акклиматизируется, адаптируется к новым условиям. Вот. Вы там даже не успеваете адаптироваться, и все, и домой пора. Привыкать почти чуть-чуть, а начинаешь и домой. Да, и не приходит. Ну, ладно, деда служить. Муслим? Мусульманин? Да. Коран читаешь? Конечно. Молишься? Да. Молодец. Я христианин. Понятно. Люблю Бога тоже. Молюсь Ему. Откуда сам? Я из Воронежа. А я был у вас, Ментал. Я так условно. Из Воронежа я, в принципе. У меня шея сломана, я лежу уже 17 лет. Не выхожу, никуда не на улицу. Так лежу просто. Вот решил в чат рулетку выйти, посмотреть на людей. Люди злые какие все. Да, да, да. Люди Бога не знают, поэтому злятся. Мат. Мат сплошной стоит. Господь покарает эти народы все. Да я такие слова, на такой язык. Господь все это ненавидит. Земля эта будет сожжена с ее грехами. А ты откуда вообще сам? Из Дагестана. Попадаются часто ребята из Дагестана, из Чечни. Хорошие ребята, видишь, они просто подстраиваются, начинают вот под русских, начинают спорить с ними. С ними не надо вот с такими спорить и убираться от этой мерзости. Мат все это, не надо в себя впитывать. Это перед Богом мерзость. Бог ненавидит это все. За это надо каяться. Уважение. Не теряйте уважение к старшим людям. Это отличительная, характерная черта. Вот как раз кавказцы за это их уважают. За то, что сохраняют. Уважение к старшим сегодня. Ему 15 лет, а он разговаривает со мной как раз с ровесником. Понимаешь? Так что оставайся. Как тебя зовут? Исмаил. Исмаил, а ты знаешь, кто в Библии Исмаил? Да. Кто? А по Корану кто Исмаил? Хороший. Ладно, Исмаил. Давай с Богом. Чего ты так испугался? Мертвеца увидел, да? И мертвый на дороге с косами стоять. Тебя не слышно. У тебя микрофон отключен. Вот, сейчас слышно. Пи***ц. Я думал ты мертвый планет. Кино, помнишься? А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Да не, не смотрел на пи***ц. Малышет труб на пи***цах. Ты под травой? Нет, я не курю, не пью. Да ладно. Да у меня руки даже не работают. При всем желании не могу. У меня шея сломана, видишь? Не могу ни курить, ни пить. Да и у меня желаний нет такого. Это хорошо. Да Бог за это накажет. Ты мусульманин? Да. Богу молишься? Конечно. А траву куришь? Нет. А вообще куришь? Нет. Вообще не курю. Правильно. Все это Бог не любит. Бог ненавидит, когда человек грешит. А христианин? Я христианин, да. Послушай, у меня такой вопрос. Что значит славянина дословно? Ну, примерно хотя бы. Славяне? Ну, это к христианству никак не относится. Это, ну, можно сказать, род людей такой. То есть, славянство, оно распространено по определенной части материка. То есть, как у вас вот есть, допустим, Кавказ, да? Там кавказское население, так и славяне. Вот, допустим, поляки, болгары, русские. Это все славяне. Точно так же, как у вас азербайджанцы, там, грузины. А, ну, это к религии вообще не относится. Нет, это не отношение к религии. А, я просто думал, что, ну, именно русских называют славянами. Ну, русские славяне, потому что они относятся к этому этносу. Да, ну, понятно, относятся, но именно русские. Нет, а именно конкретно русских не характеризуют. Русские есть русские вообще. Как и болгары есть болгары, или чеченцы есть чеченцы. Народ такой и все. А это целый этнос, которым несколько народов, понимаешь, да? Да, да, да. В Кавказе, с вами, а не. Понятно дело. А ты сам откуда? Из Воронежа. Из Воронежа? Да. А как шею сломал? Давно? В 17 лет. В 17 лет назад или в 17 лет? В 17 лет лежу. В 30 лет я сломал шею. Сейчас мы 47. Чего себе. Ты как? Ты что, у тебя друзья есть, которые приходят, разговаривают с тобой? Если в Бога верим, у нас не эти взгляды на жизнь. Мы живем надеждой в Царствие Божие. Для меня эта жизнь, она ничего не значит. Мне здесь перекантоваться без грехов. Мне лучше попасть в рай, к Богу, в вечную жизнь. А эта жизнь, она быстро кончается. Че там? О ней нечего заботиться. Она сама будет заботиться о себе. Это хорошо. А как вообще христиане молятся? Не, ну нам, вот, в исламе, вот, можно, ну, в любое время просто молиться. В любое время просто молишься и все. И христиане тоже молятся? Они, ну, у них есть определенные вот места, или могут просто сидя, лежа. Абсолютно. Ну, для этого исполняется, конечно, определенный обряд. Допустим, молитва. Молитва будет разной. Допустим, внутренняя молитва, когда ты просто общаешься с Богом. Вот, но есть и обряд еще такой. Допустим, мусульмане пятикратно встают на молитву. И христиане не должны. Ты сейчас настоящих христиан не найдешь, в принципе. У них очень мало сейчас. А так христиан молится также с поклонами. Он земные поклоны полагает. То есть встает на колени и также кланяется Господу. Это читая молитву. Ну, насчет поклония, я не знал, что христиане поклоняются. Ну, истинно, христиане, которые все четко делают, это редкость. Как ты говоришь, очень большая редкость. Их религия запрещена, много чего. Я в этом круге общаюсь, поэтому я знаю очень много таких людей, кто так молится. Конечно, если ты этого не касаешься, тебе трудно будет найти таких людей. В последние времена вообще сказано, что христиан трудно будет найти на земле, потому что их убьют все. И Бог также называет христиан, вы малое стадо, говорит. То есть вас мало всегда. Ну, послушай, вот еще один вопрос. Кто, кого Богом считают христианство? Вот христиане, именно христиане, вот кого они Богом считают? В кого верят? Верят вообще в Бога Всевышнего. Бог, как Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. А то, что... Вот если легко понять, что такое Троица, вот, троичность, да? Человек тоже создан по образу Бога. То есть мы троичны, у нас тело, душа и дух. То есть, если понять это, допустим, возьмем воду, да, формулу H2O. Вода раскладывается на пар, на жидкость и на лед. Видишь, одна субстанция, а предстает в трех видах. Вот, и одновременно может в трех видах предстать. И по-разному может. Вот, допустим, бросить на сковородку лед, и ты увидишь сразу троичность этой субстанции воды. Сразу видишь пар и воду, и лед одновременно. Вот так Бог, он может представить. А вот некоторые христиане, когда я задал вопрос, говорят, что, некоторые говорят, что Иисус. Я же тебе говорю, Сын, Сын это Иисус Христос. Отец, Сын и Святой Дух, Сын это Иисус Христос. Вот еще одно, вот, я читал Библию, изучал, ну, Коран, Библию. Библию мне просто интересно было читать. Вот, я верю в Коран. И Коран тоже создан, ну, переписан с этого, с Библии, 1400 лет тому назад. Некоторые говорят, что это Сын Бога, они в это верят. Другие говорят, что это Бог. В Библии написано, в Библии тоже написано, заметьте, что Бог не был создан, не был рожден, Он есть. У Него нет ни отца, ни матери, ни сына. Понимаешь, если Вы так говорите, я тоже хорошо знаю Библию, я тебе хочу сказать, что там такого не написано. Ага, ну, если... В Библии такого нет. Нет, нет, нет. Духа, то есть, я есть Бог живой, Он говорил, все. И заповедь, опять же, не сделай себе никакого кумира, кроме меня. Я есть один Бог. Да, Бог один, но нам нужно правильно понимать единение Ее. Ну, Бог один. Ну, я сто процентов уверен, что я читал даже в Библии, что Он не был рожден, у Него нет ни друзей, ни братьев, ни отца, ни матери. Это ты читал в Коране, правильно? Нет, это я в Библии читал, когда впервые узнал, что Коран полностью переписан с Библией. Но многие христиане тоже верят, что Иисус – это пророк. Послушай, ну, если ты хочешь обращать меня, то я не хочу спорить, понимаешь? Нет, я не спорю, я не спорю. Я тебе хочу... Я тебе отвечу до конца на этот вопрос. Бог не был рожден, был рожден человек по образу и подобию Божьему, понимаешь? То есть, в Него вселился Дух Бога, в этого человека. В Нем Дух Божий был, это не Бог был сам себе. Сейчас я об Иисусе говорю. Да, Он был человек, но Его душа была уподоблена Богу, понимаешь? Вот душа Его была божественной, сама душа. Вот сегодня христианик, кто христианином может называться, это тот, в Ком живет Дух Христов. Когда Христос уходил, Он говорит, я ухожу, но я умолю Отца, то есть, Богу Он упросит, чтобы Он послал вам Духа Помощника, который наставит вас во всех делах ваших, который научит вас всему. По каждому христианину посылается сегодня Дух Святой, в котором находился Иисус Христос, понимаешь? А тело Его, конечно, оно... Ну, вот Он посланник, Он посланник, да? Его же послали, вот, с определенной задачей. Он исполнил эту задачу, да, но в нем был Дух Бога. Он Мессия. Нет, вот именно мусульмане верят в то, что это Бог, Пророк Бога, посланник определенной задачей. Я знаю, что, я знаю, как верят мусульмане, я знаю. Этим спорить не буду. Вот Закир есть один, ну, имам. Вот если ты послушал про него... Я очень много слушал мусульман, очень много, ты не поверишь, сколько много. Может быть, даже больше, чем ты. Ну, не знаю, это... То, что Бог едини, это естественно. Вера мусульман очень приближена к христианству, но полноты такой не дает. Вот опять же, вы говорите, что Мухаммед – пророк, да? Последний пророк, видишь? А вы не знаете того, что написано в Библии, в Евангелии, в Откровении, кто такие последние пророки, которые еще придут на землю и будут благоуисовать о том, что Антихрист, по-вашему, Даджаль, пришел на землю. О нем будут свидетельствовать два пророка, последних пророка. Нет, то, что пророк Иса спустится, вот еще вернется, когда будет... Ну, когда придет Даджал. Есть тоже в Коране написано, что пророк Иса вернется. Он уже не как пророк вернется, а в образе он придет, как всемогущий Бог на землю, судить живых и мертвых. Вот он придет, когда на земле настанет суд. Если мертвый из гробов воскреснут на этот суд, он придет уже не как пророк, а как Бог придет на землю. Нет, ну, этого в Коране нет. То, что как Бог... Ну, этого нет, да. Единственное, что после смерти людей уже все в конце, когда уже будут судить. По-вашему, это, ну, вы говорите, на небесах. Когда будут судить. Суд будет на земле, не на небесах. На земле будет суд происходить. Нет, на земле будет уже конец того, что... Ну, на земле это начало конца. А он и есть, при знаменовении вот этого конца есть суд Божий. То есть, понимаешь, будет все происходить, оно одновременно будет воскресать мертвые. И те, кто живы, они изменятся. И все предстанут уже духовными людьми на суд Божий. То есть, уже мы предстанем не в этих телах, а... Да, да, их души будут. Но то, что на земле все это будет, это в Коране нет. Это... Говорится в Коране, что уже души предстанут. Но никак не написано, что на земле будет. Это земля, это просто испытание. Некоторые задаются вопросом, ну, почему все это так? Нельзя было сразу отправлять в рай, в ад. Это испытание. Кто пройдет, кто... Эти вопросы, они даже не войдут. Как это будет все происходить, нам неизвестно. Нам вот написано просто... В общем, в общем, да. А земля, в общем, она будет уничтожена. Написано, и земля сгорит, и все дела на ней сгорят. То есть, ничего не останется. Будет новая земля и новое небо. Ну, нам все равно можно учиться, учиться и учиться. Все равно. Конечно, и никогда мы не научимся. Потому что мы пока плотские еще. Но когда мы умрем, тогда нам все откроется, все понимание. Вся вот эта философия, которая нам сегодня закрыта, непонятна. Все равно, Бог должен быть в сердцах. И надо много-много учиться. Ты от операции что-то шел? Вообще что-нибудь делал себе? У меня было несколько операций. Я мертвый был 30 минут. В три клинических смерти был. Я видел тело свое со стороны. И после этого взгляды твои изменились? Ты вообще разницу почувствовал до и после? Ну, представь, когда свое тело увидишь со стороны, то я даже не изменю сразу. Конечно, я уже живу не этой жизнью, а ожиданием того, когда моя душа выйдет из тела. Я жду этой минуты. Это хорошо. Это все, это помнить нужно всегда. То, что все-таки эта операция вообще неуспешная. У меня разорван спиной мозг. Его невозможно склеить никак. Разорван он. Вот головной мозг идет столб, такой, знаешь, и он порван. А еще таких технологий нет, чтобы было установлено. Да, да, да. За каждой тягостью наступает облегчение, как говорится. В любом случае, что-то потерял, что-то приобрел. И именно ты приобрел... Я приобрел то, что я сегодня... Господь меня освободил от грехов, понимаешь? Ты приобрел очень многое. Очень многое. Это всего лишь... Ну, это всего лишь миг вот на земле, в которой мы находимся. Просто миг, просто сон. И все. Конечно, это мы с тобой понимаем, а вот бедные люди, которые вот к этому, по всему сейчас, в этом во всем варятся, в мире в этом, они же не понимают. Когда настанет час, конечно, все весь мир заплачет. Они даже не хотят, им не выгодно. Они хотят жить так, как им хочется. Им не выгодно. Они не хотят слушать кого-то. Многие не хотят верить. Я не знаю. Если бы я не ощущал после каждого поклонения Богу, не ощущал бы вот легкость, спокойствие, я бы начал изучать много религий. Вот именно то, что я в исламе, я очень рад. Мне даже не нужно перечитывать другие религии, изучать религии, другие религии, потому что мне всегда бывает спокойно, именно когда я мусульман, и по нашим традициям, когда я молюсь, мне просто спокойно. И все. Вот поэтому я никогда не буду изучать другие религии. Если бы мне... Представь, а у меня боли необъяснимые просто. Узнаешь, как зуб болит, да? Ощущал, а вот так у меня все тело болит, то есть у меня нарушены все нервные системы. Вот как нерв в зубе один болит, вот так у меня болит все тело, начиная от головы. То есть боли невыносимые, их невозможно терпеть. Понимаешь, а я радуюсь с утра до ночи, я просыпаюсь, улыбку и засыпаю, потому что Бог дает вот это ощущение. То есть Дух Святой дает вот это ощущение радости. Он меня утешает. Это хорошо. Лучше всякого наркоза. Это хорошо. Многие, я иногда спрашиваю, христианин или нет. Он сидит, матерится, вот с друзьями сидят, выпивают. и говорят, что христиане. Ну, мусульмане тоже так делают. Люди не идеальны, идеальная религия, как говорится. Но все-таки на всеобщее обозрение выпивать, материться, потом говорить, что он христианин или мусульманин, это тоже неправильно. Потому что человеку выгодно сегодня так говорить. Ему легче сказать, да, я христианин, или я, да, я мусульманин. Я вчера только тоже с мусульманами, с азербайджанцами ребята говорил, они сидят, пьют, курят, понимаешь. Они изменились, правда, сразу, когда узнали о том, что я верующий, они сразу раз, изменились. Ну а зачем вот это лицемерие, с одним он один, а с другим он другой. Это нельзя тоже так. Лицемерие Бог ненавидит тоже. Ну, все-таки это тоже было написано, что будет в последнее время. Но это уже, уже наступил в последнее время. Нету больше. Все предсказания, все предсказания, все, что было, уже почти все, все исполнилось. И... Написано, по мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. Любовь вот это охладевает, любовь друг к другу охладевает. Люди уже ненавидят друг к другу. Поэтому так и поступают. Ну да. Это верно. Блин, 17 лет просто пролежать в одном месте, это... Ты просто красавчик. У меня тоже был один знакомый, он, правда, не 17 лет, он 7... Не, не 7, 9 лет уже. Вот так лежит, тоже после аварии. Я занимаюсь хиджамой. Вот. Банки, которые ставятся, банки и высасывают грязную кровь. А, я знаю. Такие банки. Я этим уже 8 лет занимаюсь, и года два назад был такой человек парализован, он вообще не мог двигаться. Ни шею, ни руки. Единственное, пальцы иногда мог. Ему я делал хиджаму, руки у него начали двигаться. А то, что связано с позвоночником, то же самое. Сказали врачи, что это уже невозможно излечить. он тоже лет 8-9 вот так сидит, тоже верующий. И никогда ничего не сказал о том, что Бог меня таким сделал, таким сделал. Ну да. У каждого все равно будет что-то в жизни. Бог не делает, мы сами это делаем себе. Мы когда отходим от Бога, тогда с нами это и случается. Не, но даже очень верующий, очень чистый человек, у него тоже все равно может быть все что угодно, потому что Бог всех из-за любви он может такое сделать. Да, конечно. проверяет. Бог все равно проверяет людей. Проверяет дух за его. То, что он наоборот забудет Бога или еще приблизится. Это все проверки. Это правильно. Это все будет. У кого-то вот болезнь, у кого-то может там что-то в жизни случится, кто-то бездомным будет, вообще все потеряет. Это тоже. Тебя как зовут? Меня Шамиль вот попался. Шамиль меня сегодня. Ладно, Шамиль, я рад был встретить тебя. Говорить, рад был с верующим человеком. Это редкость большая, особенно в чатрулетки в этом. Да, я тут вообще не заходил пару раз просто в последнее время было очень интересно, но я наоборот без настроения ухожу, когда сюда завожу. Я заходу сюда, понимаешь, у меня интереса совсем никакого нет, я человек не общительный по своей сути, я молчу такой, но я захожу для проповеди, я призываю людей измениться, стать лучше, стать чище, я проповедую Бога, меня Господь сюда выдвигает, говорит здесь, я хоть спротивляюсь, он говорит, иди. Это хорошо, мне тоже очень было приятно поговорить, удачи тебе. Псюша мир с Богом. Давай. Ха.